МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот симпатичный парень, несущийся на скейте, обладает самыми разнообразными талантами. Не пытайся, делай или не делай, таков его девиз по жизни. Спортсмен, студент, дизайнер, клипмейкер, немного художник и даже бизнесмен. И это в 21 год. Но лучше всего у него получается держать в руках весло. Последние 10 лет своей жизни он занимается греблей каждое утро и каждый вечер, без выходных, на праздники и даже в собственный день рождения. Без канои и воды не представляет своего существования. Призер чемпионата Европы по гребле на каноя Павел Алтухов, герой нашей программы. Знак зодиака. Козерог. Животное. Меня мотивирует гепард. Любимое время года. Весна. Павел Алтухов родился в городе Хмельницком в очень спортивной семье. Дед, тетя, мама, тренеры по гребле, старшая сестра Мария тоже грибчиха. И даже детский сад, в который ходил Паша, находился около спортивной базы. Все дороги судьбы вели его именно к лодке. Сначала, ну, это должен был быть маутенбайк, но в последний момент мама сказала, нет, не будет никакого маутенбайка, это очень травматично. И посадила меня в лодку. Ну, сначала я немного не хотел и упирался даже. Дед Павел, известный тренер Сергей Жиляев, предложил ему заниматься на байдарке, хотя сам тренировал каноистов. Но отвертеться от воспитания внука ему не удалось. Мама настояла, и 10-летний Павел продолжил семейное дело. Почему дедушка хотел в каное? Из-за физиологических данных. У меня большой корпус, и в байдарке это хорошо. А для каное, как бы, не очень удобно. Но вышло даже все наоборот. Гены есть гены. И в 16 лет Павел Алтухов выиграл две дистанции на юниорском чемпионате Европы. В 2015-м он попал в состав национальной сборной Украины. И на чемпионате Европы в чешском Рачице завоевал две бронзовые медали в каное-одиночке на километровой и полукилометровой дистанции. Тренер, он же дедушка, как никто переживал за своего воспитанника. Мы прошли 250 метров, и я, как всегда, позади, ну, держу всех со старта. Я ехал девятый. И он просто мне сказал, ну, крикнул, добавляй. И я, ну, уже от отметки 250 просто начал такой финиш, как бы, когда еще его рано начинать. И так и вышла бронза первая. А вторая, ну, уже как-то на своем настрое. Эти достижения обеспечили участие 19-летнего Павла в олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро. В одиночном каное на дистанции в тысячу метров был вторым, но в решающем финальном заезде показал пятый результат. От победителя Себастьяна Бренделя Павел отстал на 4,66 секунды. Мне хватило чуть-чуть, но это всегда так. У нас всегда идет борьба 4 минуты, чтобы на финише всех разделили просто сотые. Ну, в любом случае, это очень большой опыт для меня. И сейчас только есть мотивация, чтобы все исправить. Ну, не исправить, а в следующий раз взять медаль. То, что это была его дебютная олимпиада, вовсе не оправдывает отсутствие на ней медали, считает максималист Толтухов. На играх в Рио-2016 он пережил свои самые сильные спортивные эмоции. После финиша это, получается, и радость, и какое-то разочарование. И, ну, когда я после финиша упал на пирс, я и рыдал, и смеялся одновременно. Рыдал, потому что, как бы, мне было обидно, что без медалей, а смеялся, потому что, наверное, все закончилось. Вот все, к чему я готовился, все эти годы, как бы, весь сезон очень был интенсивный. Это все закончилось, и как-то все переполняло просто. Мечта в спорте. Олимпийское золото, конечно. Мечта в жизни. Карьера, это бизнес. Счастье. Семья, дом, дети, карьера. После Олимпиады Павел стал более детально анализировать каждую свою тренировку и более ответственно к ней относиться. Чтобы популяризировать греблю в Украине, спортсмены и его менеджер придумали интересный проект. Гонку на каяках для непрофессиональных спортсменов. Shark Attack. Атака акулы. Паша выполнял как раз роль акулы. Был массовый старт, более 30 человек стартовали на каяках. И через 5 минут после общего старта Паша на своей лодке стартовал за всеми. И его задача была догнать участников этой гонки. Те, кого он догонял, символически выбывали из гонки. Вот интересно было то, что человек 5 или 7 он все-таки не догнал. Мы сдали с Пашей старт новому целому направлению соревнований. С ноября месяца у гребцов начинается базовая подготовка, которая длится до августа. Приблизительно 60% занятий проходит на воде. 40% в тренажерном зале. Сезон 2016-17 года Павел был вынужден закончить досрочно. Он выиграл молодежный чемпионат Европы, но из-за старой травмы плеча, которая уже и раньше периодически давала о себе знать, не смог поехать на чемпионат мира. В том суть, что вид вообще не особо травмоопасен, а все травмируются. Спина и плечи, вот это, наверное, два самых таких места. Из-за того, что эти мышцы спины очень сильно работают. Больше всего работает спина, хоть кажется, что со стороны может казаться, что это руки, но нет, больше спина и бедра, ноги. Вот это больше всего работает. Мы долго в течение сезона говорили о том, чтобы он терпел. Действительно, через не могу он выступал и на молодежном чемпионате Европы, и на молодежном чемпионате мира. Мы стараемся залечить травму, либо уже понять, что действительно ли нужна операция, потому что ряд докторов рекомендуют операции. Но мы последний шанс используем для того, чтобы пролечить плечо консервативным лечением, дабы не делать большой перерыв перед следующим сезоном. Страна. Портуалия. Любимое блюдо. Пица. Могу приготовить. Пица приготовить. Не тайна, что всегда существует какая-то внутренняя связь между спортсменом и его снаряжением. У Паши тоже есть в этом плане свои секреты. Все, конечно же, он нам не рассказал, но некоторыми поделился. Например, после заезда всегда благодарить свою лодку. Привлекает вот это внутреннее чувство, я не знаю, как, я же говорю, когда лодка отвечает. Ну, это просто есть такое у нас понятие. Когда она едет, тебе хочет, ты как будто ждешь следующую тренировку, чтобы снова почувствовать вот это ощущение. А еще имеет значение вода. Она имеет свой характер и бывает очень разный в зависимости от водоема, города, погоды. Есть понятие у нас тяжелая вода, легкая, вязкая, вот такое. У Киева легкая вода, потому что в Днепре легкая. Ну, всегда. И в Киеве, и в Днепропетровске. Это все еще зависит от дна, там, песок или более какой-то, мул такой. И зависит от глубины. Самый тяжелый у меня дом. Ну, и поэтому я люблю готовиться. Когда ты с тяжелой водой приходишь на легкую, это очень классное ощущение. А когда наоборот, ну, так. Дизайн своей новой лодки Паша придумал и нарисовал сам. Задание воплотить его в судне поставила фирму-изготовителя в тупик. Для реализации проекта требовательного заказчика попросили несколько месяцев. Там просто очень много слоев, которые нужно проделать художнику. И очень сложный рисунок, главное. Это связано со мной. Да, ну, и это, да, я с моим внутренним состоянием и с тем, с какой я человек. Доброчестный. А там и есть символ доброчестности. Пока травма плеча не дает активно заниматься греблей, Паша решил попробовать себя в дизайне одежды. Создал свой бренд, у которого уже и есть свои поклонники. Да, ну, это честь его и следует своей волне. Другие виды спорта тоже не чужды Павлу Алтухову. Зимой он на лыжах, летом на серфе. Рассекать волны можно ведь по-разному. А когда нет волн, тогда рассекает воздух на скейте. Постоянно в движении и в творческом поиске. Свои увлечения и приключения Паша сам снимает на видео и потом монтирует клипы. Например, вот этот. Называется «Мой мир». У Паши гиперактивность. То, чего сложно найти у многих спортсменов. Паше здесь как раз нужно дозировать различные активности. При этом необходимо сохранять вот этот баланс тренировочный, который будет ему позволять дальше прогрессировать как спортсмену. Сам в прошлом спортсмен Юрий прекрасно понимает своего подопечного в его желании не зацикливаться только на тренировках и соревнованиях. Личная жизнь обязательно должна быть. И она должна мотивировать на спортивное достижение. Единственное, нужно находить правильное время. Опять же, появляется необходимость дополнительного заработка, потому что хочется что-то больше, чем кроме того, чтобы тренироваться, какие-то свои вещи новые покупать себе, либо куда-то поехать на отдых самому или с друзьями. Любимая музыка. Рэп больше всего. Любимый киноперсонаж. Дарт Вейдер. Звездные войны. Любимый писатель. Толкин. Автомобиль. БМВ. Самым успешным украинским каноистом последнего десятилетия был одесит Юрий Чебан. Двухкратный олимпийский чемпион в каное одиночкин в дистанции 200 метров. Со своим кумиром Павел успел даже посоревноваться, но недолго. После Олимпиады в Рио Чебан начал тренерскую карьеру. Выиграть не успел. Ну, на его коронной дистанции нет. На других дистанциях выигрывал, да. Было еще тоже такое, что мы даже должны были выступать в двойке один сезон, но не сложилось. И зато у меня была проблема немножко со спиной, и мой тренер не дал просто этого сделать, чтобы не надорвать еще больше. В спорте, как и в любви, есть место и ненависти, разочарованию и конфликтам. Паша признается, что часто спорит со своим дедом-тренером. Но, как говорится, в спорах рождается истина. Как сказал Александр Шапаренко, наш олимпийский чемпион многократный, что хороший тот спортсмен, который часто спорит с тренером. Ну, это я прочитал в его книге. Ну, и потом понял, что у нас так и получается. Мы часто конфликтуем по поводу тренировки, по поводу работы на тренировке, по поводу старта. Ну, как-то так получается. Ну, это все быстро отходит, но спорим о чем-то частном. В биографии на своем сайте Павел Алтухов написал, «Благодаря своей семье я стал тем, кем есть. Я много работаю, но знаю, чтобы достичь моих целей, нужно работать еще больше. И я работы не боюсь, потому что верю, что самые большие мои победы еще впереди. Что еще можно добавить? Только вперед, только к победам и следовать своей волне». Субтитры создавал DimaTorzok